Борис Дышко 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 Сергей Леонидович, это не совсем правильно Когда встречается человек, у которого есть деньги И человек с опытом То тот, у которого были деньги, уходит с опытом А тот, который с опытом, уходит с деньгами Ну, в общем, это как бы так Ну, для, так сказать, для Как втягивающие, подводящие упражнения Итак, значит, дело в том, что Рекомендуется очень, в общем, помнить свои корни И вот одни из, один из великих советских физиологов Один из великих советских физиологов спорта Волков Николай Иванович рассказывал мне Как в 64-м году в Токио выступал Арчибалт Хилл Который уже был тогда, ну, все Возраст, к сожалению, время летит и никого не щадит Так вот, он уже был в солидном возрасте Но, тем не менее, он сказал, что каждый тренер, когда он готовит спортсмена Он должен прежде всего знать три вещи Первое, что он хочет тренировать Второе, чем он хочет тренировать И третье, как он это будет делать Хотя бы это предполагать Только в этом случае успех, так сказать, неизбежен Поэтому, когда мы делали вот это устройство Мы прежде всего исходили из того, что Уровень развития дыхательных мыслей для пловца Он, есть необходимая вещь Потому что целенаправленной тренировкой дыхательных мыслей Никто вообще никогда не занимался А делая это во время движения Не нарушая его структуры Это вообще архисложнейшая вещь Ну, поскольку мы с Александром Борисовичем, в общем-то, из одной конюшни Где говорили так Тебе нужна диссертация? Значит, поди туда, не знаю куда Принеси то, не знаю что Остальные трудности мы преодолеем легко Была поставлена задача Вот, разработать такой тренажер Разработать такое устройство И эта задача была успешно решена в принципе То есть даже не в принципе, а вот она Конкретное решение этой задачи Итак К чему я это говорю? Потому что Вот данное устройство Было изначально предназначено для пловцов И когда после продолжительного Успешного использования этого тренажера На очень высоком уровне То есть практически вся сборная команда Ну, в общем Это я ничего не разглашаю Пользуется этими устройствами И Меня спрашивают Тренеры А что это за хрень? Извините То это, в общем, как-то мне кажется Не совсем правильно Поэтому я на всех уровнях стараюсь рассказать Что это такое И как она все-таки работает Почему Если она вам нужна Ее следует купить Значит Есть такое понятие Спортивный сноркель Сноркель это труба Для плавания Под водой Которая облегчает жизнь пловца Считается, что ее придумал Курско Значит Спортивный сноркель Это труба в фронтальном расположении Обычный сноркель Это сбоку А так Это сноркель в фронтальном расположении Вот Для чего этот сноркель используется Я так в легкую напомню Что это используется как тренировка Как Для тренировки техники плавания Вот Все было очень хорошо Пока не появилось вот это устройство Которое Изначально называется Позиционировалось как дыхательный тренажер Дыхательный тренажер для пловцов И одна знаменитейшая фирма Вдруг тоже Стала позиционировать свою дудку Как дыхательный тренажер Значит Давайте разберемся Дудка Стоит Эта дудка Гораз дешевле нашей Но Проверем такое аналог Сейчас очень модно понятие Смарт устройств Смарт девайс Что такое смарт девайс В общем Понимают все Но я попробую напомнить Если мы возьмем Откуда это появилось Первый появился смартфон Возьмем мобильный телефон И возьмем смартфон Вроде бы И тот звонит И тот звонит Но смартфон В несколько раз дороже Чем обычный телефон Почему? Потому что Он выполняет такие функции Которые обычный телефон Не способен делать И если Купить смартфон И просто так им звонить Как обычным телефонам То это будет та же самая ситуация Как В принце нищем Когда Двойник принца Использовал большую Государственную печать Для того чтобы колоть орехи Вот Поэтому Смартфон Это устройство Которое Обладает Расширенным Диапазоном функций Так вот Наш тренажер Он Умный тренажер Он Смарт тренажер Потому что Помимо Того Что с ним Можно отрабатывать Технику Он Дает еще Много Много Дополнительных Функций Которые Позволяют Ну Например Целенаправленно Тренировать Дыхательные мышцы Дыхательные мышцы Их надо тренировать Для чего? Для того чтобы Повысить общую Выносливость спортсмена В том числе И За счет Выносливость Дыхательные функции Далее Происходит Очищение Мелких и средних Брусков Что способствует Повышению Усвоению Кислорода Надо Это спортсмену Надо Увеличение Дыхательных Объемов То есть Растет Жизненная Емкость Легких Надо Надо Такая задача Ставится Значит Ее можно решить И помимо Всего прочего Ну Этому Вот я сейчас Почеркну функцию Которую Нам Впервые Осветил Сергей Валентинович Это Идет Совершенствование Аэробно-анэробной Выносливости За счет создания Таких условий Когда Происходит Увеличение числа Увеличение числа Метахондрий То есть Мы Практически Реализовали То О чем Говорил Игорь Николаевич Солпов Вот Он здесь Должен был выступать Наверное Завтра будет выступать То есть Мы получили Практическое Подтверждение Этому Я Как бы Не Не вникаю В детали Но если это Интересно Я могу Рассказать Как В каких Видах Спорта Он используется И еще Самое главное Что Спортсмены Если Достигают Как Результат С Использованием Какого-то средства То Они Не делятся Как сказал Один Спортсмен Мне Когда я спросил Ну расскажи Вот как Что вы делаете Тренерам Они говорят Нам не нужны Конкуренты А я Не научишь Следующий институт Наши фирмы Мы вот Что можем То делаем А что не можем Ну то мы К сожалению Сделать не можем И самое Одно из важнейших Функций Этого устройства Это моделирование Условий Среднегория На равнине Сколько стоит Отвезти Одного человечка На сборы Вы наверное Все знаете Мы Не стопроцентно Регулируем Даем Условия Среднегория Но мы Их моделируем И устойчивость Способность Работать Заданной Интенсивностью Плыть Заданной Интенсивностью Условия Гипоксии Это реализуется В данном Тренажере Вот Опять же Сергей Валентинович Нам Да Про Рекавери Т Может быть Скажет Пару слов Как я могу Борис Саронович Вам отказать Я просто Хочу опять Подчеркнуть Ситуацию О которой Борис Саронович Говорит Значит В международной Классификации Тренировочных Категорий Есть Зона Рекавери Постановления Все Вы ее Прекрасно Знаете Моя Позиция Несколько Отличается От позиции Моих Коллег Я считаю Что Наиболее Эффективное Использование Тренажера Происходит В категории Рекавери Тренинг Это Мы вынуждены Были Добавить Такую Категорию А поскольку Я понимаю Что у наших Коллег Остались Лишние Биомеханические Тренажеры Норвежцы Которые Интенсивно Используют Программу Сви Импланайзер Заставили Меня Договориться С производителем И внести Туда Эту Категорию Значит Что это Такое Когда вы Используете Эту Категорию Это Откупывание Плавание На пульсе До 120 Или Чуть Чуть Больше Вот Принцип Работы Этого Тренажера Это Биомеханическая Стимуляция Низкой Частотой Дыхательных Мышц Поэтому У меня Есть Не то что Сомнения Определенные Взгляды На использование Данного Устройства В высоких Тренировочных Категориях Да Это Дает Эффект Но С моей Точки Зрения Наибольший Эффект Это Дает Когда Вы Выполняете Тренировочные Упражнения В зоне Восстановления Это Первое Второе Руководителем Научной Программы Норвежской Федерации Плавания Является Наш хороший Друг Йохан И вот Не знаю Где они Это моя версия Где они Получили Но я часто Консультируя Их Встречаю Что Такие Тренажеры Близко Они мне не дают Посмотреть Они есть У них Вот Слезали они С вас Или не Слезали Я попытаюсь В ближайшее Время Выяснить Поэтому Для Сленов Сборной Команды Российской Федерации Основной Молодежной Составы Мы За счет Федерации Выдаем Такие Тренажеры Но Как показывают Мои наблюдения Большинство Получая С удовольствием Этот тренажер Где-то Благополучно Его Оставляют Дома Поэтому Чтобы Не рисковать И убедиться В эффективности Данного Тренажера Пожалуйста Используйте Его Хотя бы В зоне Рекавери Тренинг Объем Плавания В этой зоне Является Практически Достаточно Большим И составляет От общего Объема Плавания Процентов 20 Вот это Мои пожелания Спасибо Так Вопросы Да Нет Я еще Не закончил Подожди Сейчас Александр Подождите Итак В общем Из того Что вы Слушали Понятно Что это Не хрень А Кое-что Значит В чем же Отличие От всего Прочего Вот Будучи В университете Южного Уэльса В бассейне Олимпийском Я обратил Внимание Что там Значит Плавает Группа Из двух Олимпийских Чемпионов Они плавали С трубой С финиковской Трубой У них Вот Одна Труба Обычная А вторая Труба С замотанной Изоляцией Пустым Отверстием Очень Маленькая Дырочка Вот Они Плавали В этой Зоне Рекавери Да Причем Дырка Маленькая Нырять В ней Нельзя Потому что Ее Не продуешь Эту трубу Да Вот Но тем не менее Когда я Спросил У тренера А Вот Значит Он мне Так Смотрел На меня Человек В бассейне И спрашивает Неужели Непонятно Что делать Он мне Начинает Гипоксия Я говорю Очень хорошо Вот Я говорю А нырять Говорит Не нырять Нырять нельзя Вот И плавали Они так Очень Очень Долго Ну то есть Он Это делал Исходя Из тех Трех Принципов О которых Я говорил В самом начале Он знал Для чего Он это Они плавают Вот И для чего Это все Замотано Поэтому Те кепки Которые Насадки Которые Сейчас Предлагают Многие Фирмы Изготовители Но Ничего Об этом Не говорят Они В принципе Сделаны Вот Для Решения Подобной Задачи Но в чем Отличие Наше Я вам Обещал Я вам покажу Вот Слышите Значит Мы Единственные Кто Ухитрился В эту Трубку Засунуть Клапан Виброклапан То есть У нас Получается Нагрузка Вибрационная Нагрузка На выдохе Которая Заставляет Напрягаться Дыхательные Мышцы Выдох Это Активная Фаза Как правило В активной Фазе Движения Это Спортивное Дыхание Это Выдох Грибок Удар Толчок В общем Максимальное Импульсное Напряжение Мы считали Это Как активной Фазой Движения То есть Это Биомеханическое Спортивное Обоснование И мы В общем Не прогадали То есть Помимо всего Прочего Это Скажем Плавание С тренажером Оно Несет Мощнейший Оздоровительный Эффект То есть Вывод Лишней Мокроты У нас Был Опыт Работы С глухонемыми Пловцами Понятно Что это Ребята Которые Не разговаривают Вот Так у них Две недели Извините Такое Выходило Из них Просто Потому что Мокрота Оставалась Внутри У нас Есть Олимпийский Сурдо Олимпийский Чемпион Вот Выиграл Сто метров Вольным стилем Софии Вот Ну Хорошо Пойдем Дальше Так вот Эффект От воздействия Этого Тренажера На организм Пловца Это Как бы Комплексный Эффект От Трех Феноменов Это Вибрация Механическая Нагрузка И самое Последнее Что Никто До нас Общине Ну Не учитывал Или Никто Не делал Это Интенсивность Движения То есть Чем Выше Интенсивность Движения Александр Можно Вас Значит Это Эволюция Да Дальше Вот Это Миссия Тренажера Сопряженная Совершенствование Дыхательных Мышл Мощности Емкости Энергии Обеспечить Систем Аэробно Анаэробной Выносливости Сплавцов Дальше Пожалуйста Вот То О чем Я говорю Это Интенсивность Уполнение Физических Упражнений Регулируемое Механическое Сопротивление Потоков Выдыхаемого Воздуха И Низкочастотная Вибрация Потоков Выдыхаемого Воздуха Дальше Пожалуйста Вот То О чем Я сейчас Рассказываю Это Увеличение Нагрузки На дыхательные Мышцы Что развивает Силу Их Выносливость Активизирование Деятельности Кадиореспираторной Системы Включение В процессе Дыхания Участки Дыхательных Путей То есть С недостаточной Аэрацией То есть Очистка Мелких И средних Бронхов И увеличение Потока воздуха В конце Фазы Выдыха Увеличивает Жизненную Емкость Легких На самом деле Если говорить Не о пловцах По них У меня Данных Таких Нет Но Циклика Показывает Что 14-летний У нас Лыжный Гонщик Был За Лето У него Жизненная Емкость Легких Увеличилась С 4 И 2 До 5 Литров А? Ну это Вырос и Повзрослел Это может быть Но Воздействие Это было Вырос Нет Это Это Такой Прием Автора Принажера Чтобы Приблечь Внимание Ну Сергей Алинкинович Не совсем Правильно Характеризал Это Научный Прием Научный Прием Вот На самом деле Парень Не вырос Но Результат Вот Что Что было Как это Что есть То есть Теперь Теперь Значит Попробуем Вот Потому что Я говорил Есть вопросы Ко мне? Продолжаем Дальше Так Продолжаем Дальше Итак Что Из того Что показывал Александр Борисович Вот передо мной По результатам У нас Получилось Следующее Следующее Что Привлечение Интенсивности Движения Снижается Максимальная Вентиляция Легких Причем Чем выше Интенсивность Тем Она Сильнее Отличалась От обычной Вот Так вот Уменьшение Вентиляции Оно Задерживает Из организма Двокиси Углерода Или углекислого Газа Что создает Искусственную Гиперкапнию А это Является Условием Для Совершенствования Способности Спортсмена Усваивать Организм Спортсмена Усваивать Кислород Из воздуха То есть Растет Дальше Пожалуйста Растет Коэффициент Использования Кислорода Ну в общем Вот динамика Легочной Вентиляции То есть Когда Увеличивается Интенсивность Движения То и мы Работаем В тренажере То количество Воздуха Который мы Из частей Пропускаем Уменьшается За счет чего? За счет того Что Нужно Обязательно Сильно Выдохнуть То есть Идет Глубокий Вдох И сильный Выдох Но это Отмечалось И у пловцов Что Снижается Частота Дыхания Некоторые Говорили Так что Мы вообще Там На двух Трех Циклах Можем Проплыть Бассейн Но так Им казалось Вот Дальше Тезис Вот этот Я нашел У одного Очень умного Человека Что При легочной Вентиляции В 130 140 литров В минуту Дыхательные Мышцы Поглощает Весь Поступающий Кислород В организм Тезис Такой Сомнительный Но в общем Для Красивый И льет Мельницу На нашу Воду Но вот У меня Есть Один Пловец Он Такой Продвинутый Любитель И Знает Все Поэтому Он С этой Трубой Плавает По полтора Часа В проточном Бассейне И Ни на кого Внимание Не обращает Так вот Его слова Это Действительно Он говорит Я иногда Что-то Делаю И Ловлю себя На мысли Что я вообще Не дышу То есть Вот Неизвестно Какие Резервы Организма Это Включает Но Что-то Должно Поменяться Если Постоянно Использовать Работать На высокой Интенсивности В Гиперкапнической Гиперкапнической Среде То есть На самом Деле Вот Тренировка Гиперкапнических Гиперкапнических Условий Совершенствует Как аэробные Так и Аэробные Механизмы Энергообеспечения В зависимости От мощности Пульсовой Стоимости Это Тоже Цитата Из очень Умного Человека Это Не мы Сами Придумали А вот Повышение Энергетической Производительности Происходит За счет Увеличения Метахондрии И других Структурных Образований Мышечных Клеток Ну Красиво Увеличение Запаса Гликогена В мышцах Тоже Наблюдается Потому что Растет Выносливость Как сказал Гребец Один Он говорит Меня с него Прет Что такое Прет Ну наверное Ему очень Хорошо Эти изменения Ведут Росту Работоспособности Спортсмена Дальше А вот Если Так В качестве Интереса Для информации Вот Нижний График Это Скажем Просто Без Тренажера А верхний График Это Концентрация В углекислого Газа При выполнении Он Растет С ростом Интенсивности Ведь Дело все в том Представь себе Вроде нет Логики Мы Увеличиваем Интенсивность Прокачиваемся Через себя Там В три раза Больше воздуха Чем В покое Да И Вдруг Нам Для работы Окислительной Системы Его не Хватает Почему Потому что Он Не успевает Подготовиться К усвоению Вот это Мертвое Дыхательное Пространство Которое В котором Есть Углекислый Газ Там Происходит Подготовка К усвоению Воздушной Смеси Через Альвеолы Если Мы быстро Прокачиваем Она просто Не успевает Готовиться Ну это Я как бы Ну не как бы На пальцах Пытаюсь Объяснить Поскольку Достаточно Непонятно Ну и что Дальше Вот И вот Чем выше Концентрация Двохиуглерода Тем Больше Утилизируется Кислород Почему Потому что Вот В альвеолах У нас Концентрация СО2 В покое Где-то Порядка 7% Вот А Когда Мы Начинаем Прокачивать Через себя Большой Альвеолах То получается Что Мы Как бы Концентрацию Размываем И поэтому Желательно Увеличить Размер Альвеолы Но мы Ее не можем Увеличить Но мы Можем Создать Дополнительное Мертвое Дыхательное Пространство Вот За счет В частности За счет Вот этого Тренажера Что Вот здесь Она у нас Заканчивается Потому что Если взять Большую Трубу То мы В конце Концов Дадим Дуба Вот А здесь Как раз Как бы Физиологически Обоснованы Дополнительное Мертвое Дыхательное Пространство Дальше Ну это В цифрах Вот И еще Вот То что я Сейчас скажу На это Внимание То что Сергей Валентинович Обратил Наше внимание На это Что при Использовать Тренажер С роста мощности Скорость Разворачивания Или включения Аэробные И гликолитических Систем Происходит Гораздо Раньше Чем В обычных Условиях Саш Сделай Вот смотрите Это дыхательный Коэффициент Так вот Дыхательный Коэффициент С использованием Устройства Доходит До Единицы То есть Это как бы Порог Когда включается То есть Это порог Панно Да Вот Раньше Чем В обычных Условиях То есть Если переводить На простой язык Такой То есть Мы Начинаем Прокачивать Гликолитическую Систему Грузить Ее Гораздо Раньше На меньших Мышностях Потому что Она все равно Включится Но до этих Мышностей Хорошо бы еще Дожить Дальше Вот Идет Активация ЧСС Что тоже Указывает На раннее Включение На быстрое Развертывание Этих систем И дальше Вот И вот мы Подошли К логическому Концу Наши Тренажеры Раньше Они назывались Новое Дыхание Просто Но Я просто Общался С иностранцами И они говорят Вот Нам бы Ваш русский Сноркель Я говорю А почему русский Он вроде Как новое Дыхание Они говорят Вот Кусто Он придумал Свою трубу Для того Чтобы облегчить Жизнь пловца И только Эти русские Придумали Такое Устройство Чтобы усложнить Ему жизнь Ну все На самом деле Из опыта Работы С этими Устройствами У нас было Обнаружено Такие Я скажу Чисто Педагогические Когда на спине Спортсмен Плавает С ним Вот После поворотов Ну в данном случае Вот это устройство Для плава на спине Он после поворотов Когда выходил Он говорит Мне в него Вода Попадает Тогда мы говорим А ты делай так Чтобы не попадало То есть не надо При выходе На первый грибок Делать вдох Тогда вода Не будет попадать И на самом деле Мы увидели ошибку Что большинство Спортсменов Выходя после Подводной части Или с поворота Или со старта Первым делает Вдох А этого делать Нельзя И в данном случае Вот это устройство Позволило Спортсменам На спине Плавать Да И не делать Первого вдоха Потому что была задача Чтобы вода не попадала Вот Такие Педагогические Наблюдения Еще Скажу Некоторые тренеры Очень здорово Знаете Когда в сериях Мощных Таких Выполняют То закупывание Заставляют делать Его В нем Не давать Возможность Делать Такие Глубокие Дыхательные Движения Во время отдыха У нас ряд Тренеров Используют Именно в промежутках Между сериями В виде закупывания Потом они Опять снимают И плывут В следующую серию Такой элемент Наблюдается То есть Как правило Тренер Тренер сам Находит Пробует И ищет И находит Для себя Оптимальные Варианты Его использования Я просто Короткий Комментарий Значит Правила Поведения На конференциях Вежливо Внимательно Все Выслушивать Решение Вы принимаете Тренеры Поэтому Многие Вещи Которые Вам Непонятно Надо Уточнять Вот в связи С этим Я хочу Два момента Сказать То что Александр Борис Сейчас Показал Для Плавания На спине Это действительно Очищает Легкие Я неоднократно В этом Обеждался Когда Александр Борис Чувствует Себя Не очень Хорошо После Проведенного Вечернего Банкета И Встречает Мой Осуждающий Взгляд Он Одевает Этот Сноркель Например В Колее Да Или Где-то Там В другом Месте Колее Это Недалеко От Барселоны Километров Шестьдесят И гуляет Там На расстоянии Полтора Километра Возвращается Он уже С очищенными Легками И Алкоголь Ведь не только Почками Выводится Но и Выводится Через Дыхание Поэтому Вот это Абсолютно Точно Если кому-то Надо очистить Легкие На самом деле Это все Имеет Место Другое Дело Что Не надо Делать По-русски Надо Подобрать Тот вариант Ту тренировочную Категорию Где вы Твердо Убеждены Что это Помогает Вашим Спортсменам И Последнее Вот Я когда-то Сказал Про Дальтуэм Я просто Хочу Очень коротко Сказать О значении Тех участков Движения В плавании На старте Когда Имеется Отрицательная Величина Ускорения Когда происходит Замедление Движения На самом деле Это Достаточно Известное В бионике И гидромеханике Явление Которое Детально Изучено В том числе Нами Происходит Следующее При Таком Участке Движения Лобовая Компонента Пассивного Сопротивления Снижается До 30% Выявлено Это было На Животных И рыбах Потому что Они Предпочитают Те Кто Достаточно Далеко Плывет Они Быстрый Набор Скорости А потом Длительная Фаза Падения Пловцы Блестяще Вначале Научились Использовать Этот эффект Это Так Плавала Джанет Эванс Евгений Садовый И масса Других Спортсменов Значит Напомню Кто Не помнит В чем Заключается Эта Техника Это Так Называемый Хромающий Кроль Когда С одной Руки Спортсмен Поднимается Немного Выше Набирает Максимальную Скорость И затем Второй Рукой Он поддерживает Эту скорость В отличие От Попова У которого Опять Скорость Повышалась С другой Руки У Садова Не Повышалась Эта скорость Эта Техника Эффективна На длинной Дистанции И средней То есть Внутри Цикла В отличие От Попова У этих Спортсменов Наблюдается Один Достаточно Быстрый Набор Скорости И длительная Фаза Снижения Этой Скорости Вот Эффект В длительной Фазе Снижения Сейчас Сейчас Достаточно Ну Лет 10-12 Научили Использовать Брасисты Вот Заметили Как Плывет Чепков Ефимова У них На первых Там 150 метрах Дистанции Достаточно Длительная Фаза Скольжения Которая Позволяет Им Максимально Экономить Энергетические Возможности И Тот же Самый Эффект Сейчас У некоторых Спортсменов Удается Использовать Во время Старта Поэтому Фаза Снижения Достаточно Длительная В некоторых Случаах Дает Гораздо Больший Эффект Чем То К чему Мы Привыкли Что Никакой Фазы Скольжения Сразу Быстро Второй Грибок Поэтому Подумайте У нас Есть Спортсмены Которые Прихрамывают По технике Плавания Не надо Это ломать Потому что На моей практике Было Несколько Случаев Когда Говорят Да он у тебя Прихрамывает Тренер Умный Взял Передел На нормальный Классический Кроль И этот Спортсмен Больше Никогда Быстро Не плавал Это Индивидуальная Биомеханическая Особенность Техники Плавания Механизм Эффективности Я вам Рассказал И Поэтому Прежде чем Что-то Менять По совету Умных Коллег Проконсультируйтесь Или подумайте Сами Да Это Значит Ну Могу Привести Пример Значит Был такой Павло Моралес Олимпийский Чемпион 92-го Года Он Выиграл Дистанцию 100 метров Дельфина У него Вообще Не было Никакой Фазы Скольжения Но При этом Мощность И величина Сопротивления Которую Он развивал Величина Сопротивления Достигала 18 Килограмм А мощность Достигала Там 280 300 Ватт Поэтому Павло Моралес Никогда Дистанцию 200 метров Не плавал Полный Контраст Этому Олимпийский Чемпион 92-го Года Тоже 96-го Года Это Денис Панкратов Вот у него Пришлось Поменять Классификацию Фаз Движений Раньше В способе Дельфин Было 4 фазы И у Панкратова При тщательном Биомеханическом Анализе Обнаружилась Пятая фаза Которую Вы сказали Скольжение Поэтому Один Из Механизмов Которые Объясняют Эффективность Панкратова Наличие Достаточно Короткой 0,18-0,12 Секунды Фаза Скольжения Когда остальные Части тела У него ничего Не делают И К чему это Привело Вы знаете Панкратов Был Очень Консервативным По технике Плавания Он Испытывал Сопротивление Порядка 85-80 Ньютонов И мощность Развивал Порядка 170 Ватт Весь Тренировочный Сезон В течение Года Независимо От периода Подготовки То ли Это Жесткая Работа Идет То ли Глегалитическая То ли Большой Зал Вот Это была Его Особенность Он Никогда Не разваливался Под технике Плавания В отличие От наших Спортсменов Веня Таинович Например Мог развалиться При нормальной Его сопротивлении Порядка 120 Ньютонов То При Блоке Жесткой Работы Который Турецкий Блестяще Выполнял Он Увеличивал Эту Величину До 200 Ньютонов Представляете Какой Прирост И потом Геннадий С помощью Специальных Упражнений Выводил Его Опять На эффективный Вариант Техники Сразу скажу Что На Западе Отсутствие Слова Экономичность Нет там Такого Есть Эффективность Потому что По отношению К Биологическому Объекту Которым Является Человек Экономичность Нельзя Применять Все Что Не делает Человек Это все Необходимо Для этих Движений Поэтому То что Сказал Сказал Обратите Внимание На те Фазы Цикла Движений Где Наблюдается Плавное Снижение Скорости С отрицательным Ускорением Они Иногда Намного Эффективнее И их Надо Иногда Использовать Вместо Того Чтобы Максимально Быстро Начинать Второй Грибок Вопросы Есть Быть Продолжение следует